Рынок труда это неотъемлемая часть экономики. По его состоянию можно предположить, как чувствует себя реальная экономика и какие возможные перспективы развития ждут ее в будущем. Давайте и мы постараемся понять, что происходит в этой социально и экономически значимой системе, как рынок труда, через призму занятости населения. Это программа экономический ликбез. На рынке труда, к сожалению, не все так гладко, как хотелось бы. По последним данным число официально безработных в России за последнюю неделю января увеличилось на 2,7%. Здравствуйте. Ну а в целом по стране в 82 регионах отмечено увеличение официально зарегистрированных безработных. Лидерами стали такие регионы, как Сахалинская, Тюменская, Омская, Новосибирская, Курская и Тульская области. На 1 января наступившего года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2% от численности экономически активного населения. В нашем регионе этот показатель немножко больше, он составил 1,7%. Ну а за период с 18 по 24 января в Забайкале численность безработных немного выросла и составила по данным Министерства труда и социальной защиты населения 9446 человек. Но однако это только официальные данные. Одновременно с увеличением количества официально безработных выросло и количество предлагаемых вакансий. У нас в крае это почти 11 тысяч предложений. То есть количество предлагаемых мест работы на полторы тысячи больше, чем количество зарегистрированных безработных. Такая ситуация не является уникальной. Это вполне обычное дело, когда предложения работы больше, чем самих работников. Эксперты такую ситуацию называют асимметрией на рынке труда. То есть это когда два безработных экономиста приходится на одну вакансию инженера. И еще немного цифр по состоянию рынка труда в нашем регионе. По данным регионального Министерства труда на сегодняшний день чуть более 2000 человек предполагаются к увольнению по разным причинам. Это к примеру и ликвидация предприятия или штатное сокращение численности работников. Ну а федеральное правительство планирует финансировать программы по так называемому повышению мобильности трудовых ресурсов, что должно хоть как-то исправить ситуацию. И согласно этому плану 14 регионов получат совокупно более 200 миллионов рублей. Но забегая вперед, хочу сказать, что Забайкальский край в число получателей средств, к сожалению, не вошло. В результате, понимая, какая ситуация складывается на рынке труда сегодня, приходишь к мысли, что во-первых, сложная ситуация с работой не только у нас в регионе, но и в, казалось бы, благополучных регионах. И во-вторых, понимая, что сегодня нужно ценить свою работу и дорожить ею, выполнять свои обязанности качественно и ответственно. Ну а сейчас информация для тех, кто не входит в число безработных. Итак, как мы будем отдыхать в феврале и какие ближайшие праздники позволят нам хоть немного выдохнуть? Вот как заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, нас ждут отличные выходные в дни в честь праздника Дня защитника Отечества в период с 23 по 26 февраля. А 27 февраля, это будет понедельник, Забайкалье будет праздновать Сагалган. Согласно региональному законодательству, в нашем регионе этот день считается официальным выходным днем. А вот в марте, в честь международного женского праздника, мы будем отдыхать всего один день, 8 марта. Но зато следующая череда майских праздников, которые дадут нам несколько дней выходных, начиная с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая. Ну а на этой ноте предлагаю перейти к обзору курса рубля к доллару. За прошедшую неделю российская валюта немного подешевела по отношению к доллару. Причина – это заявление Министерства финансов России о выходе на рынок с целью покупки валюты для пополнения золотовалютных резервов. Ну а сегодня российская валюта на открытом рынке торгуется на отметках в 59 рублей 50 копеек, в 60 рублей 50 копеек за доллар. Но официальный курс валют Центрального банка на сегодня – доллар 60 рублей 8 копеек, евро 64 рубля 28 копеек. Лучший курс доллара в Читинских банках сегодня – покупка 59 рублей 80 копеек, а продажа 60 рублей 40 копеек. Ну а на этом у меня пока вся информация. Увидимся. Спасибо, Максим. Это была программа «Экономический ликбез». Мы говорили сегодня об уровне занятости и проблеме безработицы. Увидимся на следующей неделе. Валютный рынок всегда в движении. Каждая секунда – это возможность заработать на курсах валют. Научись искусству трейтинга у профессионалов. Аль Пари.